Дорогие, мы радуемся этому чудесному празднику, Рождеству Христову. Мы также прочтем из Евангелия от Луки, со второй главы ниже, с первого стиха. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле, то есть по всей земле Римской империи. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирии, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записываться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Дорогие, праздники, для чего они установлены? Ведь они обязательно имеют какую-то определенную цель. Бесцельно же не устанавливают праздники. Значит, что-то хотят увековечить в памяти людей. Правильно, дорогие, так оно и делается. Но все праздники людские, установленные, они исчезают. Время стирает, и память забывает. А вот установленная память нашего Спасителя о рождении в этот мир, уже мы как бы празднуем 1996 раз. Смотрите, это большой юбилей нашему Спасителю, день его рождения. Да, Господь родился необычным образом. У него все чудно. И зачатие его чудно, и рождение его чудно. Кажется, и по плоти он из царской семьи, да, из дома Давидова не только Иосиф, но и Дева Мария, она тоже из рода Давидова. Если вы посмотрите родословие, то она тоже из царского рода. Ну, на престоле стоял уже царь другой, не из еврейского народа, не из еврейского, дорогие, запомните это. И поэтому он был очень жесток. Ирод сейчас стало нарицательным именем. У Ирод, над человек жестокий, немилосердный. Вот таких Ироды и нарицательно называют. Христос родился в ночь. Это тоже символично. На земле была духовная ночь. И Христос, как свет, пришел в этот мир, чтобы осветить всякого, приходящего в этот мир. Да, дорогие, именно осветить всякого. Теперь даже младенец рождается и освящается Духом Христа. Поэтому недаром сказано, душа по природе своей христиан. Вы посмотрите, как дети легко воспринимают Иисуса Господа. Легко. Только тогда, когда человек с возрастом покупается в этом тинистом греховном болоте, тогда его черствеет сердце. И уже трудно ему воспринимать Иисуса Господа. Также, дорогие, мы видим, как встревожился этот Иерусалим. И был повтор того события, который уже однажды был. Как уже брат напомнил, был первый суд павшему человеку. И Бог разбирал причину падения Адама и Евы. А с дьяволом вообще Бог не разговаривал. Он ему сказал, что придет тот, который поразит его в голову. И дьявол с трепетом, боясь этого дня, ожидал. Он еще имел, правда, доступ в небо. Как вы знаете, если читаете его, вы предстали сыны Божьи и явился туда. Сатана. Вот так. Он тогда еще имел доступ в небо. И вот так, увидев что-то тревожное, что-то Бог хотел с народом еврейским сделать, который размножился в Египте. И он, дьявол, ожесточил сердце фараона. И фараон приказал истреблять кого? Мальчика. Только что рожденных. Вот так, истребляйте. Но он ошибся. Он думал, что родится его соперник. Тот, который, сразившись, поразит его в голову. Но родился тот вождь народа Божьего. Вождь. И удивительно, как дьявол не хотел, чтобы явился тот, которого Бог что-то готовит. А вот не только Моисей не погиб. А даже воспитывался у того же фараона во дворце, который сдал этот приказ и был научен всей мудрости египетской. Разве это не чудо? Удивительное чудо. Дьявол воспринимает все, а Бог делает по-своему. И Бог приготовил кого? Вождя народа Божьего. И сейчас повтор того же явления. Дьявол стревожился. Он уже теперь точно знал, что это родился его противник. Потому что ангелы воспели. Все это он видел. И он положил на сердце Ироду убить младенца. Опять мужского пола. Некоторые говорят, младенца. Только мужского пола истребляло. Ирод не был евреем. Он был из рода Исава. Жестокий человек. И он поэтому желал остребить нашего Господа. Но, увы, Господь делает все реально. Все реально. Является ангел Иосифу и посылает его в Египет. Мне, атеисты, задавали вопрос. А как же так? Ведь они очень бедные. Даже не могли порядочные жертвы принести во время обрезания и нарицания ему имени Иисуса. А чем же они жили в Египте? Как бы вы им ответили? Я говорю, вот видишь. Ты не читал Библию. А Бог позаботился и послал кого? Мудрецов. И они принесли золото, смирну, который дороже золота, и ладан, тоже имеющий цену. Я знал, Господь, что нужно будет им потребоваться в Египте. Если вам зададут этот вопрос, смелее отвечайте. Потому что люди, не читая Библию, начинают с нами спорить. Да, дорогие, исполнилось обещание Божие, которое Бог дал в день грехопадения. И явился тот, которого трепетал враг души. Вы знаете, что он Господа искушал перед выходом на служение. Это встретились два могущественных противника. И дьявол почувствовал в нем огромную силу. Итак, дорогие, Бог многократно заявлял, что он любит человечество. Любовью вечной я возлюбил тебя. Так человек мог сказать, Боже, так где твоя любовь? Где она? И вот любовь Божия стала, Слово стало плотью. И так явилась практическая любовь Божия в лице нашего Господа Иисуса Христа. Бог не только говорит, Он доказывает эту любовь. Доказывает. Люди порой говорят, что они любят, но по жизни этого не видно. А вот Бог доказал свою любовь. Он все-таки послал своего возлюбленного сына. И послал он его в определенное время. Когда пришла полнота, время послал своего сына. Четыре тысячи лет ждало человечество. Исполнение обетования. Божие. Многие говорят, почему так долго? Ну, долго для нас. Потому что мы краткодневные. Мы торопим события. Для вечного Бога это недолго. Если даже взять, что у него тысяча лет, как один день, так всего четыре дня у него прошло, и он послал своего возлюбленного сына. Это для нас, кажется, долг. Ну, а потом я уже говорил, что Бог не торопится и не запаздывает, но делает все в свое время. Своё. И так Господь послал своего возлюбленного сына на стыке времен. Когда Израиль разочаровался в том, что он может спастись делами закона, они уже поняли, что ни мы, ни отцы наши не вынесли это иго. Никто не исполнил закона. А язычники разочаровались в своих богах и поняли, что это не боги. Вы помните, как Сократ сказал, не те боги, которых мы сотворили, а тот Бог, который нас сотворил. Вот за непочтение богам он поплатился жизни. Вот на стыке времен пришел Христос. Сердце человеческое было явно подготовлено, и тогда-то люди приняли Христа Господом, своим Спасителем. Явился в этот мир начальник жизни. Тот, которым все создано. И тот, для кого все это создано. Это явилась та божественная премудрость. Действительно, человек, ученый, когда постигает этот мир, он приходит в восторг от того прекрасного, как все создано. Мы знаем, что Леней, который все распределил по классификации растительных и животных, мир, он так и говорил, Боже великий, предликом моим, как бы ты сам прошел величие своем и в своем удивительном творчестве. Да, дорогие, явилась та премудрость, которая все сотворено им. И символично он положен в ясли. Как вы знаете, ясли там, где кушает животное. Вот это символично. Это тот агнец, да, который будет закон за грех мира. Уже в рождении его, его положили в ясли, как предзнаменование того чистого агнца, который будет закон за грех мира. Ну, вы должны знать, дорогие, каждый грешник, чтобы очиститься от греха, по закону должен был принести агнца чистого, непорочного. Но это никак не омывало его грех. На время успокаивало его, а потом он все-таки сознавал в совести своей, что он грешник. Вот и Господь явился тот агнец, который будет заклан за грех всего мира. Итак, дорогие, родился царь царей. Хотя мир его не признал как царя, и венчал его как терновым венцом. Это злая насмешка. А, ты царь? Мы тебе коронуем. Его венчали как царя терновым венцом. И все-таки он царь. Царь царей и Господь господствующих. Израиль отвергнул его дважды как царя. Когда Пилат сказал, царя ли вашего распнул, они что сказали? Нет у нас царя, кроме Кесаря. И по сей день у них нет царя. И второй раз они его отвергли, когда Стефан воскликнул, вот я вижу Иисуса, стоящего веснуя. Они в дикости и злове закричали, схватили и предали его смерти. Это вторичное отвержение Иисуса царем. Ну, царь царей. Да, все ему будет отдано. Он имеет власть на небе и на земле. Итак, дорогие, в рождении нашего Господа была открыта божественная тайна, в которую хотели проникнуть и ангелы. Конечно, получив обетование, ангелы это слышали, они думали, а как Бог спасет людей? Вы думаете, ангелы знали, как Он спасет? Нет. Они старались понять, как Бог спасет людей. Просто так простит? Тогда грех водворится во Вселенной. Тогда дьявол скажет, а я тоже, прости меня. Вот так. Как спасет? Никак ангелы не могли понять. Шли века, тысячелетия. Ангелы наблюдали. Так как же Бог спасет людей? И когда совершилось воплощение Сына Божьего, тогда они поняли, они же предвосхищают события, не то, что мы долгодумы. Мы-то многому сразу понять не можем. Ангелы сразу это поняли и восславили Господа. И воспели эту крылатую песню. Слава Вышнему Богу на земле мир. Они поняли, как это будет совершено, спасение наше. Конечно, они не могли даже допустить мысли, что таким путем Бог совершит наше спасение. Как отдать своего возлюбленного Сына? Ему в голову это не приходило. И все-таки это была тайна, которая открыта теперь и ангелам, и нам. Да, дорогие, как же принял мир Иисуса Христа? Не дали Ему места. Не дали. Не в гостинице, никуда не пустили. Не дали места Христу. Даже родиться Ему пришлось. Мы вот рассуждали сейчас. Или в пещере, или под открытым небом. Трудно сказать. Но многие почему-то считают, где-то в пещере это было дело. факт, что после рождения здесь были животные, ясли, и она спеленала его и положила в ясли. И так же и пастухи получили вот это как свидетельство. Вы найдете его в пеленах прережащего в ясли. Пастухи, конечно, недоумевали. Первые... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова